Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Юлия Антипова. Я руководитель практики государственно-частного партнерства и инфраструктуры в юридической фирме Capital Legal Services. Сегодня я и моя коллега Анна Персиянцева, управляющая юрист практики государственно-частного партнерства и инфраструктуры, поговорим с вами о подготовке текста консессионного соглашения. Наша фирма на рынке инфраструктуры с самого начала его формирования в России. В 2008 году мы начали работать над первым проектом ГЧП, проектом реконструкции аэропорта Пулково, и с тех пор принимаем активное участие в самых разнообразных, в том числе крупнейших, проектах ГЧП. За годы работы мы накопили достаточно внушительный опыт реализации проектов. Наши экспертизы объединяют совершенно различные сферы, включая автомобильные дороги, здравоохранение, ЖКХ, образование, мусоропереработку, морские порты, информационные системы и городской транспорт. Более того, мы сопровождаем проекты не только до их заключения, но и после, на стадии их исполнения, работаем над договорами генерального подряда, финансовым закрытием и разрешением споров, вытекающих из консессионных соглашений. Поэтому большинство из тех решений, которые мы предлагаем заложить в консессионных соглашениях, мы успели опробовать на практике и оценить их работоспособность. С одной стороны, задача по подготовке консессионного соглашения выглядит не очень сложной. На рынке ГЧП можно найти примеры уже заключенных соглашений и адаптировать их под любой проект. С другой же стороны, формирование текста соглашения – это достаточно творческая работа, в ходе которой необходимо не только определить правила игры на 10-20, а иногда и 99 лет вперед, но и спрогнозировать возможные проблемы в течение этого срока и предложить способы их решения. Кроме того, проект не заканчивается подписанием консессионного соглашения. С коммерческого закрытия он только начинается. А для того, чтобы проект успешно дошел до эксплуатационной стадии, стороны нашли наиболее удобные способы взаимодействия друг с другом и другими участниками, а также смогли эффективно разрешить возникающие сложности, необходимо сбалансированное и в меру гибкое консессионное соглашение. Сегодня мы поговорим о том, как отразить весь жизненный цикл проекта в одном соглашении и оставить его читаемым и реализуемым.